Мне прическа мне не нравится. Доброе утро! Вот не нравится тебе прическа, а мне нравятся те гости, которые к нам пришли. У нас в гостях Олесина Василова, Ирина Корионова и Анна Копылова. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Ох, свиньи-то! Три девицы под окном. Все эти девушки у нас стилистки. В общем, по теме нашего сегодняшнего эфира, мода. Ох, это мода! Девчонки, скажите, мы как? Мы по моде или мы, ну, такой... Вы отлично одеты, вы даже закоординированы красным цветом. Мы специально созванивались. Координировались. Координировались, да. Значит, меня поправили в стилисты. Да, правильно? Все правильно. Они стилистки. Они стилистки, да. Вот, видишь? Одна шутка была о стилистке, что это такое, сленг может какой-то? Нет, это вот так вот случилось просто. Давайте дальше. Значит, о трендах нынешнего сезона давайте с вами поговорим. Что в моде? Итак, купить обязательно кроссовки, жакет, футболку с принтом или с лога, что еще? Рюкзак, кепку и велосипедки. А кепку какую? Бейсболку. Бейсболку? Да. Снэпбэк или бейсболка? Бейсболка. Опа, вот так вот. Должен же я как-то доминировать в этой компании. Уже обещал, что инициативу возьмем. Да, 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 да. Что убрать из гардероба? Убираем джинсы скини, джинсы с дырками. А, скини, что есть скини? Это джинсы, которые очень стильно обтягивают. Погодите, но если велосипедки, то есть это дело только в длине? Дело в длине и дело в трендах. То есть скини они ушли. Все. Убираем. Велосипедки с чем носить тогда? Велосипедки с удлиненной футболкой. Она просто хочет купить велосипедки, я вижу по глазам. Подождите, я слышал, что удлиненной футболки... Я просто пытаюсь понять, чем заменить джинсы скини. Джинсы скини заменяем джинсами стрейт лэг. Прямая нога. Вернитесь, пожалуйста. Это сейчас со своими фейсболками. А удлиненной футболки, я слышал, что тоже это уже антистренд. Не знаю, кто слышали. Это тренд, если это с трендом. Мы должны прикрывать пах. Я не против. Ну, хорошо, если вам не нравятся длинные футболки, носите велосипедки с жакетами. Но опять же, жара, лето, все-таки лучше футбол. В общем, чтобы обыграть тренд велосипедки, мало одеть их с кроссовками и со свитшотом. Это обязательно должен быть какой-то жакет и туфли. То есть и показать этот тренд во всей красе. Интересно. Вот можно я задам вопрос, который меня интересует как обывателя больше, чем мода. Зачем придумывать какие-то свитшоты? Что там вместо футболок сейчас? Как это называется? Когда это все кофта, кофта так и называется. Там как-то по-другому. Зачем это делать? Объясните мне. Потому что мода должна удивлять. Мода это ее самое главное качество придумывать каждый раз что-то новое. Иначе, если мы все будем знать, нам неинтересно будет это покупать и заново идти в магазин. А тут свитшот, биркенштоки, там сливы. Это гардеробие все-таки для тех... Я, насколько понимаю, вы эти тренды прям скупаете, примеряете на себя. Конечно, не все. А что нужно иметь вот прям рядовому обывателю, который подойдет... Вот вещь, которая подойдет всем. Жакет. Если мы говорим о девушках, то, конечно, первым делом нужно иметь жакет. Причем он должен быть... Жакет прямого кроя, удлиненный. Не облегающий. Не облегающий. Вот как у вас или как у нас с Ириной. Он должен быть удлинен. Ну, 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 ну. Да, вопрос был про всех так-то. Ну, чего? Какие принты в своем тренде, расскажите? В этом сезоне у нас в тренде анималистические принты. Это в первую очередь змеиный принт и леопардовый принт. Так же. Погодите, а вот то есть шутки про женщину в леопардовом платье уже не актуальны? Уже давно не актуальны, если мы надеваем... Зато женщины в леопардовом платье актуальны. Актуальны, как-никак. Особенно власть в легенце леопард. Женщины, да, если надевают леопард, они тут же становятся актуальными. Но опять же, когда надеваем леопард, мы должны смотреть обязательно на крови вещей. Они не должны быть облегающие, с большой долей обнаженного тела. Ну, погодите, это же леопард. И так далее. А как корольный принт, реально? Простите, но у тебя же реально будут телкой на сегодня. Юля. Давайте теперь перейдем к тренду. Мы еще не начали носить, а уже... Осень-зима, девушка. Итак, какие тенденции на осень-зиму? Если мы говорим про принты, то, конечно же, в первую очередь будет актуальна клетка. Она всегда возвращается к нам в осенне-зимнем сезоне. И в этом сезоне это будет черно-белая клетка, начиная от гусиной лапки и заканчивая шахматной клеткой. И спорт. Спорт никуда не уходит. Потому что жизнь очень быстрая, активная, насыщенная. У вас, как раз, футболка тоже, я смотрю, ты на велосипедках, да-да-да-да. Ну, мы стилисты, мы в теме. Все правильно. Да, вот так вот. Подскажите рецепты, как сочетать вот то, о чем мы с вами уже выше поговорили. На самом деле очень много рецептов, но я скажу, расскажу, вернее, о самом простом рецепте. Когда вы хотите сочетать принты, выбираете принты одинакового цвета. И тогда можно брать совершенно разные принты. И клетку с цветами, и полоску с цветами. Потому что когда вы видите в этих принтах один цвет, они начинают дружить с собой, гармонировать, а не спорить. Вот такой простой, я не знаю, прием. И если у вас есть юбка в цветочек... Да, мы сейчас увидим на экране примеры. Да, если у вас есть любимая юбка в полоску, вы можете абсолютно спокойно надеть ее с блузкой в цветок. И повторяя цвет этих принтов, вы будете выглядеть супер стильно и гармонично. То есть тратим деньги на жакет, на принты, на кроссовки. На кроссовки. Всем купить. И кому нравится, на велосипедке. И бейсболку. Вот, да, образ у нас завершен. И вот финальный вопрос, девчонки, скажите, пожалуйста, все-таки что-то модно, что-то вечно, да? Мода не обязательно, за ней нужно прям следовать упорно. То есть мы все равно рассматриваем, да, цветасто, да, красиво, но то, что комфортно и удобно. Правильно? Конечно, самое главное в одежде, вы должны нравиться себе в отражении. И чтобы вам было комфортно и удобно и уместно в том месте, куда вы собираетесь. Все, пошел я оденусь в серую мышку. Мне в этом комфортно. Я думала, ты шапку пошел. И носки натягивай. Девушки, спасибо вам огромное за настроение, за ту информацию, которую вы нам подарили сегодня. Хорошего вам дня. И вам. Спасибо большое. Спасибо, что мы огромными и стильными. Опять про тебя все, ладно.